И снова здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим заниматься различными задачами с параметром, которые решаются графическим методом. Как и в прошлый раз, большинство задач будет сформулировано, сколько корней в зависимости от a имеет уравнения, или при каких a уравнение имеет столько-то корней. Сегодня задачи будут чуть более сложными, а идеи останутся прежними. Мы снова будем говорить о различных графиках линейных функций и понимать, когда эти графики пересекаются и в каком количестве точек. Начнем с первого примера. Сколько решений в зависимости от a имеет уравнение ax минус a минус 2 равно 0? Мы, кстати, такую задачу с вами уже решали, ну, не с такими конкретно числами, но по идее такую, да? Мы переносили a плюс 2 направо, потом пытались делить на a, разбирали случай и так далее. Сейчас я покажу, как это решить из графических соображений ни на что не деля. По сути, ведь вопрос задачи можно переформулировать так. В каком количестве точек прямая y равно ax минус a минус 2, ну, то есть задаваемая этим уравнением, пересекает ось абсцисс, то есть прямую y равно 0? И здесь все понятно. Если a не равно 0, то тогда у меня угловые коэффициенты не совпадают. И значит, как мы помним, прямые пересекаются ровно в одной точке. Поэтому я сразу могу написать, при a не равном 0, одно решение. Если же a равно 0, то я получаю, что угловые коэффициенты совпали. Значит, либо прямые совпадают, если свободные коэффициенты равны, либо параллельно, если не равны. В нашем случае, конечно, не равны, потому что если подставить a равное 0, слева у меня свободный коэффициент будет минус 2, а справа 0. Разные. Значит, прямые параллельны, и окончательно мы получаем ответ. При a равном 0, 0 решений, у нас прошли количество. А при a не равном 0, одно решение. Пример второй. Сколько решений в зависимости от a имеет такое уравнение? a x плюс 2 минус a равно 3x плюс a минус 4. Опять же, мы могли бы решить алгебраически все x в одну сторону, все, что без x в другую, разбор случаев, деление. Но я не хочу так делать. Я скажу по-другому. Смотрите, рассмотрим две прямые. y равно a x плюс 2 минус a, и y равно 3x плюс a минус 4. То есть то, что задается левой и правой частью. Нас спрашивают, по сути, сколько точек пересечения в зависимости от a есть у этих прямых. Ну и опять же, понятно, что если их угловые коэффициенты разные, то точка пересечения одна, потому что прямые не параллельны. И не совпадают тоже. Значит, a не равно 3, дает нам всегда одно решение. Далее, если a равно 3, тогда что? Мы должны проверить свободные коэффициенты. Если они совпадут, то прямые совпадают, значит решений бесконечно много. Если не совпадут, то параллельны решений 0. Ну, проверяем. При a равном 3 мы получаем, в первом случае 2 минус 3 минус 1, во втором случае 3 минус 4 тоже минус 1. Значит, прямые в точности совпадают, и поэтому при a равном 3 бесконечно много решений. Окончательный ответ. При a равном 3 бесконечно много решений, при a не равном 3 одно решение. Пример 3. При каких значениях параметра a уравнение имеет ровно 1 корень? А уравнение такое. a х минус 2а квадрат минус 3а куб плюс 2а минус х равно 3а х минус а плюс х плюс 1. Страшно? Немножко. Но попробуем. Как мы видим, хотя это выражение очень громоздкое с точки зрения а, если на него посмотреть как на выражение от х, то х встречается только в первой степени, или в категориктосвагаемых не встречается вовсе. Значит, и левая, и правая часть сводятся к линейному выражению, к линейной функции. При этом давайте посмотрим, какой угловой коэффициент будет у соответствующих прямых слева и справа. И будем смотреть на количество точек пересечения. Слева это, конечно, а минус 1, если мы соберем, да, а х минус х. а минус 1 умножить на х. А справа это 3а плюс 1. Значит, мы понимаем, что если эти угловые коэффициенты совпадают, то тогда прямые либо параллельны, ноль решений, это нас не устраивает, либо совпадают. Бесконечно много решений, это нас тоже не устраивает. Нам-то нужен ровно один корень. Поэтому все, что от нас требуется, это сделать так, чтобы угловые коэффициенты не совпали. То есть, чтобы а минус 1 было не равно 3а плюс 1. Но давайте решим это уравнение, а потом просто запретим то а, которое мы найдем. Я просто буду решать это как неуравнение, то есть перечеркивать знак равенства. Переносим все влево с а, то, что без а, вправо, получаем минус 2а не равно 2. Значит, а не равно минус 1. Итого получаем, что нам подходит любое число, кроме минус 1. Ну и такой пример. При каких значениях а уравнение имеет не менее 3 корней? А уравнение перед вами даже читать его не буду. Опять же вспоминаем, когда у нас уравнение имеет не менее 3 корней? Если у нас и слева, и справа все сводится к линейной функции, то есть речь идет о прямых, они могут пересекаться не менее чем в 3 точках только в одном случае, если они совпадают. А совпадают они когда? Во-первых, когда у них угловые коэффициенты равны. Слева несложно видеть. Это будет а минус 7 угловый коэффициент. Да, собираем все, что с х. А справа, соответственно, 2а плюс 3. Значит, а минус 7 равно 2а плюс 3. То есть, соответственно, если мы переносим, а равно минус 10. Таким образом, единственное а, которое нам теоретически может подойти, это а равное минус 10, поскольку во всех остальных случаях прямые пересекаются ровно в одной точке. Это все? Это ответ? Разумеется, нет. Потому что при а равном минус 10 возможно две ситуации. Либо прямые параллельны, тогда решений нет. Либо совпадают, тогда их бесконечно много, то есть как раз хотя бы 3 то, что надо. Но нам с вами надо понять, какой из этих случаев подходит. Подставляем соответствующее а, равное минус 10. И если мы подставим, то можно убедиться, что под модулем получится очень большое уже число. 3 умножить на минус 10 в кубе. Примерно 3000 с минусом. И всякие минус 20, минус 1 не сильно влияют. Модуль уберет этот знак минус, а минус перед модулем даст опять примерно минус 3000. Справа же стоит выражение вида там минус 10 и минус 100. Конечно, это выражение намного меньше по модулю, чем минус 3000, поэтому свободные коэффициенты будут разными. Их можно посчитать в явном виде, а можно вот так прикинуть. Ну и раз свободные коэффициенты разные, значит прямые параллельны, и значит они никогда не совпадут. Таким образом, ни при каких значениях а данное уравнение не будет иметь не менее трех корней. Что ж, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Сегодня мы с вами порешали чуть более сложные задачи на использование параметра и графического метода одновременно. Мы выяснили, что далеко не всегда нужно приводить подобные, выполнять довольно громоздкие вычисления, а достаточно просто понимать, когда прямые пересекаются, когда они параллельны, а когда совпадают. Естественно, это все работает в тех задачах, где нужно определить количество корней, а не сами корни. Надеюсь, что этот урок вам